Продолжение следует... 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 Кроме того, очень часто возникают в процессе регуляции клеточного цифра, а также в процессе генопромотора ТЭРТ, который вывозит генополомер. Это все факторы пролистрации и продуктно-тольного деления. Таким образом, масса информации в молекулярной генетике позволяет на сегодняшний день 9 патогенетических механизмов развития меланома, в том числе меланом-кос. И вот в рамках этих 9 патогенетических патогенетических мы видим, что есть определенный этап. Это очень большое множество, которого раньше не было в возрасте патогенетических трясетий, и оно отразает, что манитарное оказывание развивается к негепетериальной опухоли и патогенетических. Что это патогенетически нам постулирует? Что это такая качественная нооплазия, которая является необхолевым председателем для большинства образования козы или интраэпитериальная, интерпакциональная, неоанн�ренная пролиферация. Это состояние состояние, которое имеет единичную мутацию. В результате первым последовательным событием становится ромутация в генебрии. Единичная мутация приводит к тому, что развивается клональный процесс, который делает неподракачественные на этом этапе, в результате приобретенных невысок. В условиях солярного повреждения, в котором основного повреждающего фактора, происходит накопление мутаций. Присоцировать последующие мутационные события. И это может реализоваться в том, что в основном, что в том числе сопровождение на этот поднесуточный фактор. В первой конструкции постулируется консуточный фактор развития образования, который не является однозначно доброкачественным, но еще и не является абсолютно злокачественным. Как правило, это образование, которое имеет две мутации, и подклассные мутации, но не имеет в принципе мутации, характерное для полностью высококачественного образования. Есть данные уже в зависимости от генетического опухоли, которые пользуются набор мутаций, свойственные тем или иным опухолям. Это имеет и просто фундаментальное значение, или научное. Косминство из этих мутаций может быть спротертируемое, то есть они определяют чувствительность занесутся в результате образования актуальной терапии. Что самое касается генетического опухоли. Видите, они отличаются существами от образования, которые существуют с конструктивным солярным повреждением. Высообщенно это позволяет все трампы, запретки сейчас, перестойки существ. Но вот это не активирующая мутация, это, как правило, отраслет акции с формированием фьюжн-гена. И очень часто наблюдается арест осветочного цикла, потом он активируется вот этого гена CDTN2, который кодирует белок P16, который, на самом деле, может быть использоваться на диагностике, но на самом деле есть классные. Нужно сказать, что не зря выделены в отдельные две группы меланома, которые развиваются во врожденном невусе, и в трубом невусе. Вы видите, в них много общей фонтации фириальной меланомы. Для сегодняшней клиники представление таковы, что это притокознение, который называется не из эпидермальных меланомоцитов. То есть у нас есть практика онтогенеза меланомоцитов, которые мигрируют в эпидермис в кожу, и из дермальных меланомоцитов развиваются меланомы, ассоциированные с инфрофиолетовым повреждением. Но при этом тоже могут быть меланомоцитерные образования, которые развиваются из биологических и диких меланомоцитов, и не являются дерматами. А ИВИА, то есть много общих черт, содержание меланомо, и лептонимедиальная меланомоцит, это в общей кафосы, потому что это вообще имеющие мутационную нагрузку, и, как правило, менее иммуногенные, имеют доступные коммунитеры. В следующий день вот таким образом выглядят рубрификации в разделе по специальному инфрофиолетов, квалификации, и нужно обратить внимание вот на эту рубрику, в которую собрана узловая, накладная и метастетическая меланома. Почему вот эти, казалось бы, разные параметры собраны в одну группу? Таким образом, если мы возьмем предыдущую версию по специальности, а именно партнер роста или характер роста был основным квалификационным признаком. У нас была отдельная нозологическая генетика генетика, отдельная генетика меланома, отдельная была лентигенозная, отдельная узловая. На сегодняшний день мы видим, что узловая меланома это не фаза развития моностратного образования, с которым мы можем столкнуться. При этом, как и генез, его развитие может быть разным. Через пучей патогенеза, но каждый из них может привести к тому, что на одном из этапов мы увидим пусть. Действительно, начинается кеморогенная фаза фраза. Поэтому, на сегодняшний день определения морфологических с узловой меланомом они очень разнутые, они гораздо более лоббинные средства, которые были в предыдущей версии, но это не имеет большого значения, потому что в этой ситуации мы не можем предположить генетический механизм, а это отличает точку. Кроме того, кашказ, помимо того, структурировать кашказ, структурировать и структурировать и создать какую-то общую коммунику, по сравнению о генетике языка. В этом смысле важно понимать друг друга, поэтому неизбежно кашказ отключает ряд терминов и их определений. Главное, что они из-за один из-за терминов понимают одно и то. В данной кашказ из-за того, что она признает существование промежуточных форм, есть целый ряд определителей, которые для этих форм предложены. В зависимости от того, они поверхностные, они формальные, они смешаны, какого ступени типичных образований. Мы немножко понимаем, как у вас было представление. Это поверхностные диагностальные образования, но ограниченные эпидермисом либо поверхностными отделами дохл имеют эти типичные сорты, но недостатусные для однозначного диагностики и соответственно образования. Ну, тут это образование, который имеет дональный компонент, то есть, эрогенные фазы развития, но при этом эпидермисе теперь недостаточно для того, чтобы назначено его трактовать, как доброкачественное либо злокачественное образование. Примежуточное образование может быть установлено, если мы доказали, что это образование имеет мутации с двух и более ген. Но при этом имеет всего спектра мутации от доказательного образования. Ну, вот, так, образовательный фазы будет другая грань. Это образование, которое морфологически выглядит миломомо, как злокачественное образование, но при этом, по-моему, это стабильность того, что оно будет вести себя плохо, а на, если походим, то, которое бывает при миломомо, это тонкое образование у молодых пациентов. И, на самом деле, это обращающее такое понятие, так сказать, про неиспечное образование в БДУ. Два слова хотелось бы остановиться на этом слайде, потому что стабильность принципиально отличается на тем, что она выделяет линии какого-то физиологических механизмов развития образования. И, она использует, предлагает концепцию их этапного развития. Мы с вами имеем дело со спектром, на одной странице, которого находится абсолютно доброкачественное образование, на другой странице, безусловно, злокачественное образование. Есть, международные точки, которые мы пытаемся определить. У нас есть для них критерии, но при этом мы признаем скидить отверстие с этими точками, в пределах которых мы столкнемся с образованием, и мы не сможем его в определенной категории запихать. и, более того, это определение для этих отрезков. Более того, она предлагает их в соответствии с определенным ранжимом, то есть, они позволяют нам определить, какова будет вероятность того, что образование на той или иной части спектра будет вести себя неблагоприятно, будет вести себя ближе к качественному образованию. Это, в общем-то, основная цифра. Но, тем не менее, понятное дело, что натромождение сложных для восприятия терминов, можно говорить прямо, она, в общем, привести к тому, что есть сложность во взаимопонимания между участниками процессы диагностических различий. В этой посетации есть, в том числе, предложение по, так сказать, переводу на понятные для хирургов, антрозгов, лежит, который определенную таксу, то есть, определенную 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 вот мы сказали, что это есть механизм, который, в 2014 году разработан эта посетикация, в 2016 году она была аналитически лидирована, и, собственно, предлагается такому, при работе с диагностическим, в первую очередь, материалами аналитарных образований, помимо аназологического, либо описательного заключения, скрыть височный порт, вот эти вот классы по тип, которые подразумевают определенные последствия с точки зрения клиники. Постребуете образование наблюдения и только либо можно рекомендовать истечение в пределах и больших границ, или более широких границ, либо это односторонное образование, 4-5 класс, это уже меланомы, а тактика взаимодействия с пациентом с этим диагнозом определяется, конечно, национальными рекомендациями и такая опция по согласованию между потолбами и клиницистами, она может быть приметирована. И нужно сказать, несколько способов, они несколько перегруппированы, есть продвиженные, которые мы привыкли к инвазии по Кларку, дополнительные прогнозические факторы и этих факторов отдаются очень важными для диагноза и последовательных гидротактической толщины опухоли и побрисованности, либо отсутствие изъяснения, показывает инструктивность опухоли, выраженная в штуках на миллиметр квадратных. Ну, это просто разъяснение. Понятное дело, от собой сознатение приобретает определение опухоли, дистрирующих фантастик. Смайк – это прообласть в основном сединка, которая не имеет каких-то структурированных рекомендаций, но и в ближайшее время они проверятся. Есть какие-то вопросы? Спасибо за это. Спасибо. Не слышно. А как это было? Спасибо. Спасибо большое Врачи. Спасибо. Спасибо. Настолько приятных врачей, поэтому действительно много прояснено. Даже ссылка такая для хирургов и врачей для глупых врачей врачей раздумывается. Вы думаете, а я уже повела. На самом деле доклад интересный. И у нас в зале соматологов. Если что-то, я не думаю, что нам будет труднее работать. Потому что мы и такие статусы с образованием, которые имеют промежуточные характеристики, и теперь у нас есть для них унифицированный определитель. То есть мы можем сказать, что это зоно попадает в определенный степень. Вот это фестивение, которое я там вела, и оно не было брось. Мы должны все равно как-то совместный рубить, чтобы все работать, что-то было одинаково взаимосвязывая, и все очень просто присутствует. И все очень все прекрасно. И второй раз. Вот даже нам не писали, было трудно. Все понятно. Это очень сложно для вас сказать. Поэтому должна быть учеба где-то как-то организована, хирурга, в которой оперируют. Если бы нам было торных хирургов. Потому что многие эти, образования в амбулаторных условиях упирают, сколько секрет, какие границы. То есть это многое, но надо как-то нас образовывать. Вот у нас есть международный руководство, они английские, английские, языки, языки. На русский язык это можно перевести по-разному. Какие-то рекомендации для России приходят по этой системе стандартных переведенных и идей в терминологии. Все ничего нет, для морфологов в первую очередь. Поэтому именно терминологическое взаимонедопонимание, когда у нас, пожалуйста, есть набор известных слов, но мы не знаем, что человек в капитале принял в виду. И так, собственно, про это много говорят. Это проблема не только российской, а и российской. А есть, в основном, с постоянностью. Есть просто, есть просто, есть просто. Все, 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 все. Все, 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 все. Все, все, все. Все, 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 все. Я хочу сказать, что, как видите, у нас не первый раз в этом году. Это красота и с самым местом E-SPAC, в нашей спорте северных предъявствования. А вам теперь с этим вопросом, это подходит только ансогеной, этот�иротед, который, я имею в виду, который, за тем, все, 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 все. Из-за того, есть специфические привычки, которые принимают воду, которые мы сейчас в первую очередь с того, все привычки к истингатором, нужно привычку к истингатором, и, конечно, мы, я имею в виду вот такую задачу. Спасибо. 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 Спасибо.